Всем привет! Заходите в гости! Во многих странах сейчас карантин, необычные времена. Хотите чаю с молоком? Знаете, в какой момент стало ясно, что что-то не так? Когда магазины, кафе и даже пекарни стали просить оплачивать покупки картой или с помощью телефона. И это в Германии. Потом власти объявили, что супермаркеты могут работать по воскресеньям, но немногие воспользовались этой возможностью. Ну и личные данные. Немцы с большой опаской относятся к технологиям наблюдения и не любят раскрывать свои данные. Но сейчас, видимо, готовы сделать исключение. В недавнем опросе более 70% респондентов заявили, что при определенных обстоятельствах готовы предоставить медикам данные о своем здоровье, контактах и перемещениях. Мы видели, как в разных странах люди в панике закупались продуктами. В Германии для этого сразу появилось прекрасное понятие. Хамстакауф или хомячьи покупки. Это когда ты набиваешь тележку всем подряд, прямо как хомяк. Есть даже отдельный глагол «хомячить». Чем же запасаются немцы? Макаронами, рисом, консервированными помидорами. Ну и добро пожаловать к полкам с туалетной бумагой. Но покупают не только еду и предметы гигиены. Как только немцам рекомендовали оставаться дома, возникли очереди у магазинов с товарами для дома и сада. Если уж и сидеть по домам, то немцы хотят делать это с пользой. Я сейчас работаю из дома или, как любят говорить немцы, в хоум-офисе. Всего два года назад четверть немецких компаний не считали цифровизацию необходимой. Но в последние недели многие из них ринулись обучать своих сотрудников пользоваться видеоконференциями и облачными сервисами. Сфера услуг и розничной торговли тоже переходит на цифровые технологии. Пока все закрыто. То же самое и со школами. Они тоже не спешили внедрять цифровые технологии. А сейчас вынуждены переходить на учебу в режиме онлайн и прямые трансляции занятий. Мне очень любопытно, как впоследствии этот кризис изменит отношение к цифровизации. Я стараюсь выходить из дома раз в день. Карантин заставляет еще больше ценить природу и свежий воздух. Теперь я понимаю, почему немцы так любят проводить время на улице. По крайней мере, сейчас они могут заботиться о своих садиках. Но если вам приходится сидеть дома, почему бы не развлечь себя другим традиционным немецким хобби — настольными играми? Очень популярны пазлы. Еще есть много классических карточных игр, например, скат или доппелькопф. Или, например, настольные игры немецкого стиля, такие как колонизаторы и каркасан. Для этих сложных игр стратегическое мышление важнее, чем удача. Действие происходит в вымышленных мирах. Идеальный способ отвлечься от реальности. Напишите в комментариях, чем занимаетесь вы, какие меры ввели в вашей стране, и поделитесь советами, чем можно развлечь себя в изоляции. Мы будем рады их прочитать. И, пожалуйста, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!